Знакомые все лица. Павел Коньков продолжает обновлять правительственную команду. О кадровых решениях губернатор сообщил в понедельник на оперативном совещании. Начал с медицины. Здоровье граждан Павел Коньков доверил главному кардиологу области, депутату облдумы Светлане Романчук. Прежде всего здравоохранение. Достаточно сложная сегодня отрасль. Есть существенная недовлетворенность доселения, поэтому я принял решение выделить эту отрасль в самостоятельный блок с непосредственным подчинением себе. И с сегодняшнего дня надолганный заместитель председателя правительства Ивановской области, директор департамента здравоохранения Ивановской области назначена Светлана Романчук. И еще один депутат облдума сменил в этот день парламентское кресло на место зампреда. Виталий Илюшкин теперь занимается вопросами внутренней политики. По словам губернатора, поиски претендента на эту должность велись с особой тщательностью. Вопрос внутренней политики. Эта кандидатура особая в нашей структуре. Мы достаточно долго обсуждали вопросы, в том числе и с администрацией президента. Вот вышли решения, что сегодня на эту должность назначить Илюшкин Тарадимович, как человека с большим опытом, высоко квалифицированного в этой области. Сергей Зобнин, ранее возглавлявший администрацию Приволжского района, теперь тоже заместитель губернатора. От Владимира Шарыпова к нему перейдет строительство дорог. На мой взгляд, в комплексе инфраструктуры определенный перегруз. Там есть и ЖКХ, где позаниматься. Поэтому я принял решение назначить на должность заместителя представителя правительства Сергея Ильича Зобнина и поручить ему этот комплекс проблем. В перспективе, возможно, мы эту нагрузку увеличим. Он начнет работать, выработается в это дело. Вернулся в команду и бывший начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лодыжкин. На сей раз он возглавит Департамент экономического развития и торговли. Два сотрудника аппарата правительства также назначены на руководящие должности. Антон Лопатин возглавит молодежную политику и спорт. Денис Степанов займется развитием информационного общества в Ивановской области. Вакантной по-прежнему остается должность начальника комитета по лесному хозяйству. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. 26 число.